Одна женщина мне как-то сказала, если ты хочешь расстаться с мужчиной, ругай его три раза в день, а если хочешь, чтобы он был рядом, хвали. Дмитрий, это правда, что мужчины всегда ждут от женщины благодарности? Ну, люди сходятся, поруются для того, чтобы вместе расти. И вот этот рост, он ступенчатый. То есть там получается такая эмоциональная качель. Мужчина делает поступок, направленный на общий рост, например, материальный. Он дарит подарок, он делает какой-то ход, который обязательно должен быть на тонком плане оценен. То есть не будет восхождения, если женщина будет считать, что так оно и надо. Типа само собой разумеется. Это не само собой разумеется, это всегда надо вложить в сердечный ресурс. То есть похвалить мужчину – это вообще основа основ. Мужчина, которого женщина не хвалит, разочаровывается в своей женщине и рано или поздно ее бросает. Это вообще не стоит денег, но похвалить мужчину – это как отче наш. Это вот проснуться с этим и заснуть с этим. Это вообще вот без этого женщина никогда не будет счастливой. Но если мама этого не делала, то, конечно, переломать внутреннее решение, вот как оно должно типа быть, это не просто… Ну, об этом надо просто знать. В общем, надо напечатать книжку и читать инструкцию по пользованию мужчины. Там это написано на первой странице. А за что хвалить мужчину, когда он ничего не делает? Это называется программирующий модуль. Вы хвалите за прошлое или вы программируете будущее? Это очень важный вопрос. То есть он до этого момента ничего не делал, я поэтому его и не хвалю. Так он и не будет делать до следующего момента. Это вообще будет бесконечная история. А в конце концов, даже если он что-то сделает, вы-то и не похвалите, потому что уже привычка. Программирующий модуль работает так. Даже если он ничего не делает, создайте ситуацию, при которой он что-то сделает. Это не трудно. И обязательно похвалите. Сделайте это, ну, есть такое выражение, 3-5 подходов к снаряду. Повторите в течение месяца 3-5 раз так, чтобы, ну, даже у собак Павлова рефлекс вырабатывается. И мужчина тоже привыкает к этому. То есть человека надо поставить на ход. Это, в принципе, основы управления. Но другое дело, что женщины не хотят быть управленцами, не умеют, не знают, не думают. В текучке, в повседневности, да, с подружками поговорить, там, бочь сварить. А вот об этой части жизни не думают вообще. Не хвалите мужчину? Ставьте крест на отношениях. Хвалите мужчину? Вы программируете будущее. Это восхождение на всех смыслах. Материальный, моральный, любовь, дети, счастье и так далее, и так далее. Программируйте. Ну, понятное дело, что это должны быть события, поступки, связанные с какими-то узловыми моментами. Ну, например, день рождения мамы. Например, вашей. Да, ну, попросите его, попросите его, там, купить цветы, купить подарок. О, спасибо, можно было выбрать, но ты выбрал именно то, что надо. То есть у тебя глаз наметан. Я на самом деле вот покупаю хлеб, да, и я покупаю его любой, ну, какой мне только попадется. Я вообще мужик, который там, ну, зашел в магазин, механически все сделал и ушел, да. Но оказывается, моя жена очень хитро сделала из меня эксперта по выбиранию хлеба. То есть она говорит, ты всегда выбираешь такой, который я никогда не выберу. А он такой вкусный, что елки-палки. И я вот сколько помню последние месяцы, раз, меня похвалили, два. И что вы думаете, я уже себя считаю экспертом по выбору хлеба. Изучая вопрос отношений, часто на женских форумах встречаю вопрос о том, как правильно замотивировать своего супруга к саморазвитию или там карьерному росту. Или это все-таки нужно заниматься собой больше? Это на самом деле именно та часть умалчиваемого договора, которая не обсуждалась в тот момент, когда легли в постель, а вообще ничего не обсуждали. Вообще 80% браков строится на сексе. Люди друг друга увидели, легли в постель, им понравилось, и они начали жить. И оказывается, что это не работает. Ну, то есть это работает определенное время, а потом затухает. Секс уже, ну, такой пресный, поза нелепая, удовольствие сомнительное. Ну, и надо включать какие-то другие ресурсы. А другие ресурсы – это, вот мы находимся в этой точке времени, да, вот здесь и сейчас. Что такое вдохновить или замотивировать мужа? Это взять и нарисовать образ будущего, который может заинтересовать его. При этом надо учесть все входящие обстоятельства. То есть если он маменкин сынок, он никогда в жизни ничего не добивался, он боится, например, социума, он боится лишний раз позвонить, он боится пойти там договориться и так далее. Это надо учитывать. То есть если вы знаете характеристику своего мужа, то задачи нужно ставить ему посильные. Ну, потому что его можно вообще испугать. То есть если это размазня, ну, с другой стороны, ну и испугайте. Зачем вам муж, который не ревет, не мелет? Нужно нарисовать картину будущего, к чему вы придете. Причем там должны быть не только ваши мечты и желания, а потенциальные его мечты и желания. То есть, например, какая-то позиция в какой-то компании, да, какой-то уровень зарплаты. То есть вот если сделать, вот заняться вот этим темой, вот этим проектом, и мы вместе будем заниматься этим проектом, то там, например, через 6 месяцев мы выйдем там на какие-то, ну, большие показатели по приходам, по… А самое главное, совместный труд сближает, да. То есть вдохновить можно и нужно не просьбой что-то приобрести там на этой неделе, а нужно нарисовать перспективу. Вообще, даже с детьми воспитание детей происходит более эффективно, если 12-13-летнему мальчику, который только игрушечки, и больше ни о чем он не думает. Ни один ребенок современный не думает о том, что будет через 5 лет, а через 10 так вообще. С детьми нужно разговаривать о будущем, о стратегическом будущем, кем ты хочешь стать, на какой машине ездить, да, как будет вокруг тебя выглядеть мир. Эта схема, она работает и с мужьями, ну, или с женами. Нужно рисовать перспективу 5-10 лет как минимум, да. Ну, начинать с полугода. И эта перспектива должна выражаться в четких параметрах относительно того, что вы хотите, например, увеличить общий приход семьи, увеличить профессиональные качества в новой теме, в новом проекте, да. Вам будет доступно увеличить круг общения, да, немножко поменять образ жизни и так далее, и так далее. И вот в таких разговорах с человеком вы разговариваете, вы сразу видите, откликается, не откликается, крылья хлопают, не хлопают, да. Иногда бывает так, что, казалось бы, это очевидно должно вдохновить каждого, а ему это 300 лет. Тоже хороший тест. Ну, в конце концов, надо же определиться, как мы движемся, да. Ну, если он не вдохновляется, то может лучше и расстаться. Я вообще сторонник очень конкретных кардинальных решений. То есть, если вы с человеком несчастливы и, ну, как бы, не ревет, не мелет, так зачем тянуть эти отношения, особенно, если это гражданский брак? Особенно, если это гражданский брак, надо разворачиваться и уходить. Можно ли мужчину сравнивать с другими? Ну, это унижение. То есть, любая попытка сравнить тебя с другим, да, это унижение. Ну, вы же другого возвышаете, да, значит, этого понижаете. И это воспринимается как обида. То есть, ну, вот оно, астральное поле этого человека, да, ментальное поле. У него есть какая-то самооценка. Вы берете этой самооценки и говорите, не, вот ты тут стоишь не по праву, на самом деле твое место здесь. Вот этот энергетический люфт, это скорбуха, это обида. Он это не забудет, это в его стековой памяти пропишется. И он выскажет при первой возможности и может взорваться и так далее. Сравнивать с другими мужьями – это табу. Вот просто табу. Не надо сравнивать, особенно там с аллигаторами и так далее. Лучше, ну, это получается кнут. А есть же пряник. А пряник – это вдохновить, это замотивировать. А зачем кнутом? Мужчины вообще кнуту не подчиняются. Мужчина к женщине относится как к существу более слабому, по умолчанию, да, подсознательно. И когда слабое существо с позиции силы начинает применять кнут, это вообще, ну, это переворот всего мира. Он и так относится к тебе не как к кровне. Ну, ты же не мужик. А ты применяешь мужской силовой инструмент. Это неконгруентность, это обида, это вообще, ну, то есть она меня не понимает, она меня не уважает. И это закрепится, это будет стереотип. И это разрулить намного труднее, чем если просто мотивировать. А как правильно мужчину просить о подарках, например? Ну, вот как у меня, например, жена просит. Солнце, я, конечно, понимаю, что ты меня разлюбишь. А что ты думаешь, если мы купим вот такую штуку? Мы, мы, обязательно мы. Ну, у меня вообще позиция такая, что это мой ядерный реактор, да, который мой тыл, и благодаря которому я, в принципе, состоялся во всех направлениях. Поэтому я, ну, я вообще не жлоб. То есть я не удавлюсь за три копейки, да, там, пусть даже они там, ну, вроде бы и не важно. Не важно для меня сейчас в этой ситуации, да, но для ее психологического состояния, для ее комфорта, для ее защищенности, для того, чтобы она вообще чувствовала, что мы с ней единое целое, всегда надо идти навстречу. Поэтому просить надо очень близко психологически, да. Я понимаю, что ты меня разлюбишь. А если мы купим вот такую вот штуку? Это очень близко. И это сразу, ну, это единое целое. А, ну, другие формулы, которые я там слышал у разных других пар, они более, дистанция больше, да, более холодные, более такие, ну, то ли с позиции силы, то ли с позиции, там, несчастья, которое, вот, ты меня не любишь, там, ну, и так далее, и так далее. И это все работает на порядок хуже. Если единое целое, это вообще никаких проблем. А если вот такая дистанция, и тут надо еще подбирать формулы и так далее, возможно, перед тем, как попросить, надо сблизиться. Возможно, просить надо в какие-то моменты, когда вы не выясняете отношения, когда у вас там нет таких, знаете, там, ран на душе, что там обиды непроговоренные и так далее. То есть надо еще выбрать момент. Но в любом случае каждый диалог, разговор, обмен мнениями должны происходить позитивно, с юмором и всегда сопровождаться, завершаться фразами, ну, как хорошо, что у меня есть. Хочу шубу, разбейся, накупи. Такой метод не работает? Так, а сразу видна дистанция. Она вас не любит. Ну, хочу такую, ну, очень хорошо. Ну, я хочу, и что? Она не любит. Вот даже вот, ну, во-первых, берем, смотрим, как строится предложение. Вот тот пример, что я привел, да, солнце, я понимаю, что ты меня разлюбишь, да. Там есть называние тебя по имени, как угодно, да. Есть вступительная прелюдия, то есть это тема. Тема, на самом деле, когда тебя называют по имени или, ну, каким-то словом, да, общепринятым, это любовь. Тема – любовь, да. То есть мы друг друга, наши отношения – это самое важное в иерархии. Вот если взять белый листочек и расчертить, что по иерархии самое важное, то на самом верхнем уровне у женщины и у мужчины это комфорт дома, да, это любовь, это наши отношения самые, самые ценные. Вот я уже говорил, что Гондопас и Ведуецкая, они когда-то договорились, они вместе делают бизнес, но они договорились, что если бизнес будет мешать нашим отношениям, мы от него откажемся, потому что наши отношения – это ценность наивысшего порядка. Получается, что в самой структуре предложения, когда есть на входе тема, и там прописано, чувствуется на тонком плане, что наши отношения – это самая высокая ценность, то после этого любая просьба воспринимается как должная. Шуба, не шуба, все что угодно, да. И при этом еще и с юмором, с иронией, с играми, с прибаутками, да, там, ну и так далее, со всем вот этим набором. Когда дистанция вот такая, хочу такую шубу, это значит, я на тебя обижена, раз, мы с тобой не одно целое, два, наши отношения не являются ценностью высокого порядка, я от тебя хочу что-то поиметь, потому что, ну, любви нет, секс там два раза в месяц, и вообще не очень праздничный, да, давай я с тебя что-то поимею. И я в своем тексте беру и обозначаю твою позицию, как я ее воспринимаю. Да нафиг такие отношения. По поводу иерархии, что все-таки важнее для мужчины – семья или работа? Мужчина меняется. То есть, в молодости, когда мужчина гиперсексуален, да, он воспринимает отношения с женщиной как, ну, как бы физиологический придаток, если он нормальный, к тому, что у него есть дело. И дело доминирует в первые 30 лет жизни. То есть, он понимает, что ему, чтобы какие-то отношения иметь, ему надо зарабатывать, ему надо состояться в материальном плане, в первой жизненной задаче, со временем, особенно, когда рождаются дети, они вырастают, когда свою значимость показывают отношения в доме, потому что от отношений в доме зависит и дело. Если у тебя нет тыла, а мужчина работает в социуме, отдыхает дома. Если у тебя дома негде отдохнуть психологически, то на тебе можно ставить крест. У тебя просто внутренней батарейки никогда не хватит. Почему? Все нормальные мужики состоялись обязательно при жене. Жена является ядерным реактором и топливом, и хранительницей очага. Очаг — это ядерный реактор, который тебя кормит. Ты там отдыхаешь. И получается, что со временем вот этот дисбаланс, когда дело вот прям первое-первыхое, а отношения, ну, это второе, да, оно выравнивается. И мужчина при памяти, тот, который с мозгами, тот, который анализирует тонкие движения душ, он понимает, что отношения тоже находятся на очень высоком уровне. Потому что без них и дела не будет. Ну, вот я представляю, я видел, как Гондопас смотрит на свою жену. Я знаю, как я смотрю на свою жену, да. И я понимаю, что если сейчас его это лишить, у него кончится все вдохновение, крылья обрежутся, он далеко не так будет летать, не будет вот этого драйва по жизни. Ну, и все. И получается, так дело или отношения? А хрен его знает, пойди разбери. Так что все-таки хочет мужчина от женщины? И есть какой-то вообще человеческий образ идеальной жены? У меня насчет образа жены, которая вот идеальная, да, в 92-м или 93-м году Дисней выпустил мультик, называется «Красавица и чудовище». И этот мультик мне тогда, ну, я был молодой отец, у меня дочке там было годик-два-три, это 92-й, 93-й. И я обратил внимание на образ героини, особенно по первой минуте этого сюжета, как она шла к отцу булочнику. Она пела песню, и она отсвечивала изнутри. То есть она всех награждала улыбкой, она награждала вот той самой женской энергией, ради которой женятся. Это не секс, ничего. Вот она была приветлива, она была приветлива со всеми соседями, знакомыми, да. И тогда у меня мысль пришла, да, вот на таких женятся. Ну, потому что она реально ядерный реактор, который накормит любого. То есть вот модельная внешность там, вот всякие такие сексуальные штуки, да, они, конечно, могут сработать в определенный момент времени, но в долгую они не работают, 6-9 месяцев максимум. Вот я на Яндекс.Зене утром прочитал. Парень один женился на такой красивой девушке, она была его просто мечтой. Да, прошло три года, он развелся и все. Ну, потому что на сексе отношения не строятся. А на чем строятся? А на сердечной чакре, да, на том, чтобы женщина светилась и тебя кормила вот этим вот самым ресурсом. И вот если этого ресурса нет, а очень много девчонок сейчас, ну, внешне, ну, там, чуть ли не парнозвезды, секс-секс-секс, да, а внутри мужики они холодные, на таких и не женятся. И вот это вот такой нюанс, что не отсвечивает сердечно шланг вот этот, да, не присоединяется ни к тебе, ни к кому, а только закрытой получать, получать, ну, максимум сексуальность отдать. Вот на таких не женятся. А как вот этот вот свет внутри себя раскрыть, растопить печь? Если печь не растоплена, да, то это, как правило, связано с папой. То есть сильная, холодная женщина, как правило, следствие слабого и размягшего отца. Там могут быть проблемы с матерью, там могут быть разные вещи, могут быть испуги, могут быть неудачные опыты по жизни, по прохождению. Я сторонник того, что женщина, как существо коммуникативное, должна выговариваться. Надо бегом бежать к психотерапевту. Психотерапия – это такая штука, которая… Это не медикаментоз и не психиатр. Это выговориться и проанализировать свою жизнь. Найти узловые события, узловые обиды, которые переформатировали внутренние решения и прописали вот этот сценарий. Пока там не разобраться, это может быть 6-месячный возраст, 3-летний возраст, 5-летний, испуги там. Ну там, гусь укусил, собака укусила там. И что-то еще, вот детские какие-то страхи, связанные с ролью отца. Вот их надо разрулить, над ними надо поработать, их надо развязать и перепринять внутреннее решение, какая ты идешь по жизни. Если ты воин и боец, мужик в переводе, такой сценарий тебе и пропишется. А если ты женщина слабая, да, которой хочется защищать, помогать, и которая вот светит, как главная героиня Красавицы Чудовища, приветливая, солнечная, да, то и сразу прописывается в другой сценарии. Ну вот как-то так. Спасибо, Дмитрий. Я напоминаю зрителям, что в сентябре в Москве мы будем проводить тренинги, в которых вы уже можете принять участие прямо сегодня. Отправляйте свои вопросы, пишите в комментариях, что сейчас волнует вас в ваших отношениях. Мы обязательно будем разбирать эти вопросы на тренингах подробно. Всем желаю хорошего настроения. Увидимся совсем скоро.